Ученые, педагоги, музейные работники, доктора и кандидаты наук собрались в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина в Веземах на традиционные, уже 29-й по счету, Голицынские чтения. В этот раз речь шла о гнезьях Голицыных и наиболее ярких представителях их рода. И было до революции полторы тысячи человек, начиная от Ивана Голицы, продолжается этот род и сегодня. Голицыных довольно много проживает в Москве. Сегодня у нас на конференции был Александр Михайлович Голицын, вот молодой человек. Завтра будет Владимир Александрович Голицын, один из старейших уже представителей рода Голицыных. На мероприятие приехали докладчики из самых разных городов – Санкт-Петербурга, Калуги, Елабуги, Москвы, а также из Подмосковья и многих других. Тот пласт, который поднимают наши исследователи, они дают очень большую пользу для дальнейшего исследования истории нашей усадьбы и представителей рода Голицыных. Конференция не ограничилась родом Голицыных. Большое место в ней было отведено обсуждению наследия Александра Сергеевича Пушкина. Мы ловим себя на мысли о том, что о Пушкине мы мало что знаем. На каждой конференции какие-то новые открытия, новые интересные исследования. То, что мы многое не знаем. Информация собирается по крупицам, но все на благо лучшего исследования исторических мест и событий. По окончании мероприятия гостей пригласили во дворец на инструментальный концерт в исполнении музыкантов Московской консерватории. Уже четвертый год подряд в середине января в музее-заповеднике Большие Веземы проходят наши концерты арфовой музыки. И мне, пользуясь случаем, хочется поблагодарить директора музея Александра Михайловича Рязанова за такую замечательную возможность играть в этих исторических залах. Сегодня мы исполним с моими коллегами произведение Баха Гуно. Потом сегодня второй раз будет звучать это произведение в России. Это Ноктюрн Вайнера и сонату нашего современника Валерия Григорьевича Кекты для арфы и виолочели.